В этих российских школах не место хиджабу. Учащимся во Владимирской области запретили носить одежду, демонстрирующую религиозную принадлежность, в том числе хиджабы и никабы. Такой приказ выпустило местное Министерство образования и молодежной политики. Данный запрет касается обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования. Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося, в том числе хиджабов, никабов и так далее, говорится в тексте документа, вступившего в силу 25 октября. Данное решение вызвало недовольство со стороны мусульманских религиозных деятелей. Духовные лидеры считают, что запрет хиджаба противоречит Конституции Российской Федерации. Касательно происходящего высказался муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. Быть покрытой для женщины – приказ Всевышнего, который практикующий мусульманки, не приступит ни при каких обстоятельствах и под любой угрозой. Если платок запретят к ношению в общественных местах и в образовательных учреждениях, мы придем к тому, что девушки, соблюдающие религию, будут вынуждены перейти на домашнее обучение. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области также опубликовало пояснение относительно своего приказа. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Россия является светским государством. Церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования. Одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов. Подобное правовое регулирование полностью соответствует федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях и федеральному закону об образовании. Известный адвокат Руслан Нагиев, неоднократно защищавший интересы мусульманок, которым запрещали носить платок в учебных заведениях, прокомментировал ситуацию с юридической точки зрения. Конституция России и федеральное законодательство гарантирует свободу вероисповедания, гарантирует невмешательство государства в воспитание детей родителями. Конституция гарантирует получение образования для всех граждан без исключения. Любые формы дискриминации по языковому, национальному, религиозному признаку запрещены. Стоит отметить, в исламе хиджаб является не религиозной атрибутикой, а обязательным элементом женской одежды. Хиджаб не следует путать с никабом – накидка для лица с узкой прорезью для глаз, который мусульманки носят по собственному желанию и который не очень распространен в нашей стране.